Здравствуйте, уважаемые зрители! Вашему вниманию в настоящей лекции будут предложены следующие вопросы плана. Первый вопрос. Общие положения о суде присяжных. Ну, здесь я произнесу тоже некоторое вступительное слово. Второй вопрос. Опыт функционирования суда присяжных в США. И третий вопрос. Разделение труда между судьей и присяжными заседателями. Итак, перейдем к рассмотрению первого вопроса. Напомню, он нами обозначен как общие положения о суде присяжных. Что необходимо сказать в вступительном слове? Конечно, мы с вами обратились к зарубежному опыту. Причем, как вы уже могли, наверное, обратить внимание, цикл называется суд присяжных в Российской Федерации. То есть мы будем рассматривать с вами протяжении всех оставшихся лекций именно российские проблемы. Начиная от истории и заканчивая современными проблемами. Но все-таки истоки суда присяжных, хотели бы мы или нет, лежат, конечно, за рубежом. Такие страны, как Франция, Англия, США, они именно дали ту современную модель суда присяжных, которую восприняли многие страны, в том числе и Российская Федерация. И вначале и Россия. Поэтому, конечно, мы должны посмотреть, как так ли широко применяется суд присяжных в настоящее время в западных странах, каковы особенности его устройства. Для чего это делается? Это очень просто. Делается для того, чтобы мы с вами могли определить те основные направления развития нашего отечественного суда присяжных. Ну, может быть, взяв за основу при этом некоторые положения западного права. Западных, может быть, таких, западные рецепты развития данного института. Поскольку, все-таки, в нашей прессе, среди ученых, среди юристов, практических деятелей, ну, наверное, за исключением, может быть, пожалуй, только адвокатов, возникают постоянно некоторые такие мнения о том, чтобы надо упразднить суд присяжных. Но, может быть, в полемике противники данных предложений говорят о том, что нельзя, в Конституции есть такой суд. И в этом случае мы можем обратиться тут же к проблемам, наверное, суда присяжных Франции, Германии, где, да, действительно, в Конституции и в процессуальном законодательстве отмечено, что у них есть суд присяжных. Но что это за суд? То есть, фактически, мы можем говорить о том, что речь идет о понятиях, что мы будем понимать под судом присяжных, какую модель из предложенных мировой цивилизации в настоящее время судов присяжных мы можем воспринять. Ведь не одна модель. Мы почему-то усыпились за вот такую модель, которая была именно сконструирована в 1864 году на основе французской, может быть, какой-то симбиоза французской и английских моделей суда присяжных. Но время идет, прошло уже более 150 лет с того момента, как возник суд присяжных в России. И, может быть, возврата к прошлому нет, надо идти дальше. Более того, уважаемые, вы должны все-таки понимать, что мы живем не в простом государстве. Мы живем в федеративном государстве, на территории которого проживает более 120 народов и народностей. Многие народности, древние народности имеют и, с одной стороны, компактное проживание. У нас, как вы знаете, федерация такая немножечко вот не совсем симметричная, поскольку в нее включены и ряд национальных образований, 21 республика. Поэтому эти республики имеют свою самобытность, свою культуру, историю, ну, если хотите, может быть, обычное право. Поэтому в данном случае, вот рассматривая модель, современную модель российского суда присяжных, мы с вами не должны забывать о том, что представляет собой Россия. Итак, что же мы можем сказать в плане общих положений о истории возникновения? Ну, прежде всего, надо отметить, что суд присяжных достаточно древнее явление на земле. Ну, по мнению историков, вправо, что суд присяжных был занесен в Англию норманами аж в 1066 году. Ну, вот для чего, как, почему он возник, суд присяжных? В чем необходимость была суда присяжных? А как раз-то эта модель была необходима для того, чтобы именно как-то обычное право, да, обычное право страны, в данном случае Англии, мы можем взять за основу и Францию, и другую страну, именно возвести в ранг право. То есть обычаи, имеющиеся у народа, да, возвести в ранг право. Таким образом, и с позиции обычного права оценить положительность или отрицательность того или иного поступка. Преступление это или нет, праводушение или нет, или просто какое-то противоправное деяние. Поэтому и все-таки мировая цивилизация пришла к выводу, что необходимо именно общественности людям, обладающим здравым смыслом, обладающим добропорядочностью, необходимые для того, чтобы все-таки принять справедливое решение, оценить вот с позиции обычая тот или иной человеческий поступок. Возник суд присяжных. Вот при этом, конечно, нужно отметить, что уже к 1670 году суд присяжных превратился в орган, независимый от воли короля и королевских судей. То есть суд присяжных превратился в судебную власть, в самостоятельную ветвь. Это важно, поскольку результатом все-таки деятельности суда присяжных в Англии послужило формирование, как мы уже говорили, обычного права, общего права. То есть возведено в закон обычая. И как раз-то вот именно возведение в закон, придание обычаям нормы права, придание правового статуса, именно так как раз-то и принадлежало суду. Вот в чем вопрос. Суд был источником законодательной власти. То есть фактически суд в своем, наверное, лице совместил в то время и законодательную, и судебную власть. Вот. И это как раз-то и, на мой взгляд, явилось той отправной точкой, о которой мы сейчас все много говорим, в международном праве это отмечено, о независимости судебной власти, о способности судебной власти, наверное, в некоторых случаях или практически всегда быть некоторым буфером между законодательной властью и исполнительной властью. То есть разрешать конфликты, которые возникают не только между гражданами, то есть людьми, находящимися в данном государстве, но в большей степени значение как раз-то здесь в том, чтобы разрешать конфликты, возникающие между гражданами и государством или между государственными органами. Вот поэтому здесь мы говорим о том, что суд все-таки играет важную роль, и главным именно рычагом, приводным ремнем, наверное, этой независимости является суд народа, народных представителей, в нашем случае присяжных заседателей. Итак, перейдем ко второму вопросу. Напомню, он будет нами рассматриваться именно в ключе исследования опыта функционирования суда присяжных в Соединенных Штатах Америки. Почему я взял за отправную точку, наверное, США? Более подробно мы с вами должны остановиться на Соединенных Штатах Америки. Но прежде всего мы здесь должны отметить две проблемы. Первая проблема, что суд присяжных в современной Англии представляет некоторое такое архаическое явление и не широко применяется. Ну, где-то 3-4% всех дел рассматриваются судом присяжных. В сумме всех дел. Надо отметить, что в этих странах, в странах англо-американской, или, как иногда говорят, англо-саксонской системы права, суд присяжных рассматривает и гражданские дела, и уголовные дела. Почеркиваю, в отличие от российского опыта, который предполагает рассмотрение судом присяжных только уголовных дел. Гражданские дела рассматриваются у нас судьями, ну, так сказать сейчас, профессионалами, то есть федеральными судьями, работающими на постоянной основе. А вот представители народа рассматривают только уголовные дела. Так вот, вот в этих странах и гражданские дела рассматриваются судом с участием присяжных заседателей. Второй момент, все-таки в США этот суд более распространен. Второй момент заключается в том, что Соединенные Штаты Америки по структуре преступности, по, наверное, ее, ну, так сказать, объемам и качественным, и количественным показателям, где-то примерно, наверное, соответствуют российским. Поэтому, вот, проблемы борьбы с преступностью, если мы посредством суда присяжных, да, принятие, может быть, каких-то адекватных мер, ведь суд присяжных, несомненно, имеет большое воспитательное значение, потому что если человек будет привлечен в качестве присяжного заседателя, хотя бы раз, может, в своей жизни, то мне так представляется, все-таки он по-другому будет смотреть на правосудие, в том числе по уголовным делам. Поэтому вот с точки зрения воспитательной цели воспитания граждан, реализация имя своего общественного гражданского долга, конечно, нам очень важно, очень-очень важно. Поэтому мы обращаемся к опыту Соединенных Штатов Америки. Итак, надо отметить, что институт, конечно, присяжных заседателей был воспринят в Соединенных Штатах Америки английскими колонистами и стал основной частью американской юриспруденции. Основной частью американской юриспруденции, даже несмотря на то, что в Великобритании он, как мы уже говорили, в последнее время находится в состоянии упадков. Все-таки тяжкие преступления, которые наиболее часто встречаются в Соединенных Штатах Америки, в отличие от Великобритании. Все-таки там больше мелочевки, а подчеркиваю, все-таки суд присяжных рассчитан на рассмотрение сложных дел, особо тяжких преступлений, которых в Америке, конечно, поскольку там все-таки и свободная продажа оружия во многих штатах существует, является, наверное, актуальным. Но, тем не менее, конечно, вот такой суд, суд присяжных, он все-таки в США испытывает некоторые тоже затруднения. Затруднения. И, конечно, вот здесь надо отметить, что эти затруднения связаны с несколькими причинами. Поэтому, ну, мы с вами уже говорили о том, что в США первая проблема заключается в том, что уголовные дела рассматриваются, любое уголовное дело может рассматриваться судом присяжных в США, но если обвиняемый не откажется от этого права. Практически, наверное, как у нас, да, вот не откажется от этого. Но дело в том, что все-таки американская юстиция предусматривает такой институт, как сделку о признании вины. Если признал свою вину, обвиняемый в совершении преступления, то дело рассматривается по упрощенной схеме, так называемого суммарного производства. То есть рассматривается оно судьей без, фактически, судебного следствия на основании материалов, представленных полицией. А вот если не признал свою вину, то в данном случае подсудимый имеет право на суд присяжных. И вот, конечно, как сработает полиция, так и, наверное, у нас такая частота встречаемости суда присяжных будет в Америке. Поэтому в том случае, если существует опасение, что суд присяжных оправдает подсудимого, то все-таки в этом случае есть вот процедура сделки о признании вины. То есть можно договориться по поводу с подсудимым, можно договориться по поводу квалификации преступления, по поводу наказания. Поэтому на суд присяжных таким образом выносятся, как правило, дела наиболее вероятностные, что дело закончится осуждением. Но, тем не менее, все-таки вторая проблема заключается в том, что гражданские дела, хотя и могут рассматриваться судом присяжных в соответствии с седьмой поправкой Конституции США, можно рассматривать гражданские дела, но, тем не менее, все-таки в этом случае право на суд присяжных отсутствует в случае подачи иска на получение судебного запрета или на развод, либо на порядок регулирования особых условий контракта. Ну, так сказать, такие трудовые споры, да, семейные споры, трудовые споры. Хотя бы, хотя, конечно, на мой взгляд, вот тут мы с вами рассматривали ювенальную юстицию и говорили о пользе суда присяжных в производстве по делам несовершеннолетних, которые тоже имеют место быть в некоторых странах. Но, тем не менее, вот мы здесь должны сказать, что некоторые наиболее актуальные, на первый взгляд, дела, гражданские дела, они как-то, вот, наверное, не предлагаются для рассмотрения состава суда присяжных. Итак, состав современного суда присяжных. Ну, надо отметить, что традиционно в судебной практике государств сложилось, что присяжных должно быть 12 человек. 12 человек. Почему так происходит, никто не может сказать. Почему вот именно цифра 12 понравила свое время тем, наверное, людям, которые стояли у истоков. Но, тем не менее, все-таки в последнее время наблюдаются некоторые иные тенденции в количественном составе суда присяжных. Поскольку, все-таки, допустим, вот по гражданским делам, как мы уже говорили, в Штатах рассматриваются гражданские дела присяжных заседателей, то здесь некоторые Штаты допускают некоторую такую вольность в формировании коллегии присяжных по количественному, наверное, составу. И здесь надо отметить, что состав суда присяжных может быть и менее 12 человек. Но, еще раз подчеркиваю, это по гражданским делам. Теперь мы можем с вами говорить о, все-таки, формировании самой коллегии. Как же формируется сама коллегия? Но, прежде всего, надо отметить, что традиционно, традиционно в Америке именно сама коллегия, кандидаты в присяжные заседатели формируются на основании списков для избирателей. Списков для избирателей. Но, учитывая то, что, все-таки, во многих Штатах непопулярно, достаточно, может быть, выборы непопулярны, молодежь, допустим, как-то индеферентно относится к выборам, и в целом эта цифра где-то около 50%, то предлагаются многими учеными использовать некоторые другие списки. Допустим, списки для автолюбителей, то есть списки на выдачу водительских прав, которые в Соединенных Штатах Америки имеют более 90% взрослого населения. То есть, вот по количественному, еще раз мы подчеркнем показателю, в данном случае используются какие-то списки. Но, при этом, надо отметить, что не каждый гражданин того или иного государства, может быть, изначально достигший, конечно, возраста определенного в законе, может иметь возможность исполнять обязанности присяжного заседателя. Так, надо отметить, что в некоторых Штатах исключаются из списков присяжных заседателей некоторой категории лиц. Ну, прежде всего, может быть, это сотрудники полиции, пожарной охраны, общественные деятели также исключаются. В некоторых Штатах есть другие запреты. Но, несомненно одно, что количество населения, принимающего участие в выборах, падает, кандидатов меньше становится. Поэтому в последнее время появились тенденции к отмене всех освобождений от обязанностей присяжных, включая даже освобождение юристов или судей. Надо отметить, что традиционно считалось, почему все-таки юристы, ну, в том числе суди, прокурорские работники, не могут принимать участие в качестве присяжного заседателя. Потому что все-таки они, наверное, подходят к обязанностям чисто профессионально. Все-таки вы представляете судья, который принимает участие в коллегии присяжных заседателей. И все присяжные, может быть, знают об этом. И какое все-таки он может оказать воздействие на, решающее, между прочим, скорее всего, воздействие на результаты голосования, на результаты рассмотрения дела в суде, на вынесение вердикта. Так и юрист. Все-таки вот я разговаривал со многими судьями, в частности, в городе Москве, рассматривающими уголовные, гражданские, особенно, конечно, уголовные дела. И здесь приходится констатировать, что некоторая предубежденность, некоторая все-таки солидарность с органами расследования, допустим, если судья рассматривает уголовные дела, ну, существует. Поэтому вот в России существует запрет на участие в качестве присяжного заседателя, судьи, юриста, там тоже полицейского или милиционера у нас в нашем случае, сотрудников других правоохранительных органов. Но, тем не менее, вот если, на мой взгляд, если все-таки данную процедуру, процедуру формирования коллегии присяжных заседателей некоторым, может быть, такими, вот, ореолом, может быть, секретности обнести, да, там, ну, к примеру, нельзя упоминать о профессии, образовании присяжного заседателя. Тогда почему бы и не тот же юрист будет принимать участие наравне с другими, то есть выполнять свой гражданский долг. И чем большая категория людей будет, на мой взгляд, принимать участие в качестве присяжных, тем более объективные результаты суда присяжных мы будем иметь, поскольку вот эти вот срезы, и, может быть, высокообразованных, и низкообразованных, когда на одной из камней присяжных заседателей принимает участие, может быть, какой-то профессор, и гражданин, закончивший с трудом, там, 6-8 классов, то мы как раз-то и получим вот представление, наверное, о самом законе, о добре и зле, мы получим представление о том, как тот или иной нормативный акт, то или иное правонарушение отражается в сознании граждан. Поэтому здесь вот надо отметить, что, несмотря на то, что современное общество ищет некоторые, может быть, оправдание, некоторые процедуры привлечения все большего количества граждан для участия в качестве присяжных заседателей, то есть этот вопрос является актуальным, поскольку выполнение обязанностей присяжных является обязательным для всех находящихся в списке, но в списке, однако, потребности в нем возникают не столь уж часто. Надо отметить, что вот кто-то, может быть, и не хочет принимать участие в качестве присяжных, ну, нести свой гражданский долг исполнять, но, тем не менее, статистика показывает, что в целом зарегистрированный кандидат присяжных заседателей в большинстве местностей призывается для исполнения соответствующих обязанностей не реже раз в 10 лет, или даже не чаще, да, лучше сказать, не чаще раз, чем в 10 лет, а многие люди за всю свою жизнь не призываются в качестве присяжных заседателей ни разу, ни разу. Вот здесь вот, видите, может быть, большинство людей и просто излишне пугаются для привлечения, для участия в качестве присяжных заседателей. Какие же еще требования предъявляет закон к самим присяжным заседателям? Ну, надо отметить, как мы уже говорили, вот, если судьи там имеют образовательный ценз какой-то, имеют профессиональную подготовку соответствующую, то для того, чтобы участвовать в качестве присяжного заседателя, кроме способности читать и писать по-английски, каких-либо иных требований к образовательному уровню присяжного обычно не выдвигается. То есть здесь вот достаточно быть грамотным человеком, ну, естественно, гражданство страны обязательно. Здесь мы не подвергаем сомнению, здесь, то есть в осуществлении государственных функций, как вы сами понимаете, могут привлекаться только граждане того государства, где, собственно говоря, и проходят, формируются судебные органы, да? Здесь мы имеем прежде всего... Здесь у нас речь идет о Соединенных Штатах Америки. Поэтому, кроме того, вот часть граждан может быть освобождена от исполнения обязанностей присяжных заседателей. Ну, прежде всего, это относится... То есть может, но в силу невыносимой тяготы чаще всего прибегают вот такие граждане, которые имеют высокое образование и задействованы в работе каких-то фирм или, может быть, тех подразделений, тех служб, деятельность которых связана с обслуживанием населения. Как мы уже говорили, пожарные, врачи, преподаватели и так далее. Другие виды профессионалов, которые всегда могут быть востребованы и отвлечения их от работы. А ведь все-таки это зачастую бывает не совсем, короткие, недели, там, две недели рассматриваются. Вот если мы вспомним проблемы суда над Майклом Джексоном, то это длилось вообще несколько месяцев, там суд отлагался, опять возобновлял свою работу. И, тем не менее, все-таки это было достаточно продолжительное время. Продолжительное время. В некоторых случаях были зафиксированы попытки создать состав присяжных из высокопрофессиональных специалистов. Вот мы здесь говорим о том, что, на мой взгляд, да, и есть такие точки зрения о том, что на скамье присяжных заседателей должны присутствовать исключительно, исключительно все-таки представители разных слоев, разных срезов общества. Но предлагается именно привлекать к участию высокоподготовленных профессионалов. Но, тем не менее, надо отметить, что результат такой же. То есть не зависит от качественного состава, хотя здесь тоже, может быть, некоторые спорят. Особенно адвокаты, которые предъявляют некоторые требования к порядку отбора присяжных заседателей, считая, что для того, чтобы получить необходимый результат, нужно как-то манипулировать отводами, манипулировать кандидатами в присяжные заседатели. Но, тем не менее, представляется, что это не совсем, наверное, адекватно, не совсем правильно, поскольку образованность человека и его гражданская позиция, на мой взгляд, зачастую не связаны друг с другом. У нас много образованных людей, но на выборы не ходят, допустим, у нас много образованных людей, но то или иное, может быть, жизненное явление не находит какого-то определенного отклика у данной категории лиц. Поэтому это не объективно, на мой взгляд. Следующая позиция в проблеме деятельности суда присяжных – это оплата услуг присяжных заседателей. Оплата услуг присяжных заседателей. Надо отметить, что услуги присяжных заседателей оплачиваются. То есть это и у нас, и в других странах, это всегда деятельность платная. При этом в федеральных судах Америки установлена твердая такая такса, твердый тариф по ежедневной оплате труда присяжного заседателя. Это 40 долларов за день участия гражданина в качестве присяжного заседателя. 40 долларов. Но, тем не менее, конечно, здесь надо отметить, что профсоюзы в США требуют, чтобы этот труд был как-то оплачен не только государством, может быть, но и по месту работы. По месту работы. Все зависит от того, как будет заключен коллективный трудовой договор с работодателем. Во многих случаях все-таки оплата труда сохраняется на время исполнения обязанностей присяжного заседателя. То есть и по основному месту работы присяжный заседатель имеет, за ним сохраняется оплата, он имеет те деньги, которые получал раньше. И, как мы уже говорили, вот те 40 долларов, которые предусмотрены федеральным законодательством, они также входят в количество, в ту заработную плату, которую получает присяжный заседатель. Что хотелось бы сказать в следующем. Прежде всего, нужно нам с вами понимать, что при участии в разбирательстве какого-либо дела присяжные, как правило, не изолируются от публики, за исключением их присутствия в зале суда. То есть они могут общаться, но при этом, конечно, существуют некоторые запреты. Существуют некоторые запреты. Так, допустим, присяжные заседатели, помещаясь в гостиницу, они должны все-таки пребывать вне дома, поскольку как-то им законодатель понимает, что возможны некоторые воздействия на присяжных заседателей со стороны общества, возможно, некоторые воздействия на присяжных заседателей со стороны заинтересованных лиц. Поэтому присяжным заседателям в ходе, вот, вне рабочего, так сказать, условно, можно сказать, время запрещает сообщение с гражданами. И, кроме того, просмотр телепередач, в которых, как правило, конечно, есть трансляции, включающие в себя некоторое, может быть, какое-то общественное мнение, передающее общественное мнение по результатам того или иного дела. Вот, опять же, я хотел бы привести пример с делом известного певца Майкла Джексона, который у нас фрагментарно, конечно, по телевидению показывали, но надо отметить, что вот у меня такое впечатление сложилось, что это чистое шоу. Там какие-то его фанаты дежурят около суда, трансляции по телевидению, он одевается в определенные одежды и так далее. То есть, вот, прибытие подсудимого в суд, убытие подсудимого из суда, какие-то манифестации и телевидение, конечно, при этом не может остаться в стороне. Поэтому вот при рассмотрении особо делегатных дел с целью обеспечения защиты от общественного воздействия, присяжные уединяются в гостинице до окончания процесса вынесения вердикта. Вот здесь вот именно законодатель понимает, чтобы сохранить объективность, беспристрастность суда присяжных, самих присяжных, конечно, прежде всего, необходимо устранить их от общественного воздействия, от воздействия средств массовой информации. Поэтому, и в этом, наверное, случае можно говорить о некотором, все-таки, законности вердикта, его объективности, правильности или справедливости вердикта. Поэтому, на мой взгляд, это совершенно справедливое законодательное положение. Итак, перейдем к рассмотрению третьего вопроса. Он нами обозначен как разделение труда между судьей и присяжными заседателями. Как мы уже с вами говорили, значимость, ценность суда присяжных заседателей заключается в том, что присяжные заседатели и судья или судьи, они не представляют собой единой коллегии. И присяжные заседатели, и председательствующие суда рассматривают разные вопросы отнесенной компетенции суда. Ну, в общем, присяжные заседатели решают те вопросы, которые могут решить граждане, не имеющие юридического образования. Те вопросы не касаются применения права. Ну, как правило, это доказана виновность, да, в целом, да, что было деяние, что это деяние совершил подсудимый. И главное, что подсудимый виновен в совершении данного деяния. Вот, конечно, на мой взгляд, на мой взгляд, этот вопрос тоже требует некоторого юридического понимания, юридической подготовки. Но, тем не менее, все-таки, традиционно сложилось, что присяжные заседатели не рассматривают правовые вопросы. То есть правовые вопросы относятся к компетенции судьи. А вот присяжные и присяжные заседатели, они решают вопросы факта. Почему у нас и именуется суд присяжных, или присяжные, как судьи факта. Они рассматривают преступления, правонарушения с позицией обыденного восприятия, или, как мы говорим, восприятия обывателя. Вот, что же совершил подсудимый, на их взгляд. Поэтому, как я уже говорил в начале лекции, суд присяжных как раз-то позволяет некоторым образом кривировать, наверное, законодательные нормы. Если законодатель систему вынесения оправдательных вердиктов проанализировал, то пришел бы к выводу о том, какие все-таки деяния не считаются в обществе противоправными, а полезными, может быть, или не вредными. Вот, какие деяния. И, на мой взгляд, конечно, в этом случае требуется исключить из законодательных актов некоторые положения. Или как-то подкорректировать те, не саму процедуру, конечно, а закон, чтобы он был более-менее понятен обществу, а не представлял только результат деятельности или восприятия юристов, профессионалов. Поэтому, вот в этом, на мой взгляд, и есть ценность суда присяжных. Но, может ли судья как-то повлиять на решение присяжных заседателей? Ну, в частности, мы сейчас с вами рассматриваем проблемы Соединенных Штатов Америки. Может или нет, может отменить вердикт присяжных, можно либо вообще в целом отспорить присяжными, может быть, решение, или, наоборот, судьей отспорить вердикт присяжных. Но здесь, правда, надо сказать, что решение присяжных – это вердикт. А в целом решение, куда включается впоследствии и вердикт, это приговор. Вот здесь, как бы, судебное решение делится на два элемента, на две части. В вердикт, в постановлении вердикта судья не принимает решение. В некоторых странах, конечно, почему, допустим, французы отказались от суда присяжных? Да потому что они для того, чтобы, может быть, перестраховаться, стали приглашать, то есть присяжные заседатели, не французы, а присяжные заседатели, стали приглашать в совещательную комнату, вопреки, может быть, нормативным положениям, или требовать внесения в закон таких положений, которые бы позволяли судье присутствовать в совещательной комнате, ну, таким справом, наверное, совещательного голоса. А может быть, в некоторых случаях и разъяснять некоторые положения неясные, присяжное положение закона. Поэтому, зачем тогда решили законодатели суд присяжных? Ну и, собственно, превратили его в суд с участием народных представителей. В нашем случае был такой суд, это с участием народных заседателей, которые вместе действуют сообща с профессиональным судьей. Ну, на мой взгляд, конечно, это в некоторых странах, может, обосновано, в некоторых странах нет. Но, тем не менее, что в определенных случаях все-таки надо отметить, что законодательство даже разрешает судье отменить решение присяжных, если имеются существенные основания для того, чтобы признать его неадекватным, излишне строгим или выясненным с нарушением закона. То есть, судья, мы уже говорили, имеет возможность влиять на результаты решения присяжных заседателей в конце. То есть, когда присяжные прогласят вердикт, то, допустим, признают виновным подсудимого. Но, если присяжные будут, по мнению судьи, излишне строги, то в этом случае судья может быть как-то и повлиять. Забегая вперед, можно сказать, что и в российском уголовном процессе таким же образом судья может отменить обвинительный вердикт присяжных, если признают, что присяжные обвинили невиновного, то есть нет состава преступления. Да, он что-то сделал, но то, что он сделал, не является преступным с позицией уголовного закона. Более того, все-таки существует и некоторое такое взаимное, может быть, влияние. Когда доказательств достаточно, то власть судьи по отмене вердикта присяжных очень ограничена. То есть, в данном случае присяжные заседатели также застрахованы от влияния судьи на, в нашем понимании, обоснованный приговор. Обоснованный приговор, когда есть доказательства, то в этом случае присяжным закон стоит на стороне присяжных заседателей. На этом, уважаемые зрители, время сегодняшней лекции подошло к концу. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok